Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейщий Ди и добро пожаловать в новое видео! Так много событий, так много пазлов, которые соединяются в одну конспирологическую паутину. Если ты думал, что в последние дни я обозреваю все события, то ты очень ошибаешься. Приготовься досмотреть это видео до конца под чай с печеньем, ведь произошло так много связанного с криптовалютной биржей FTX и ее генеральным директором. Самое главное, еще вчера он обещал найти деньги и создать ликвидность и вернуть всем клиентам биржи их депозиты. А уже сегодня он покидает пост генерального директора биржи FTX и объявляет о ее банкротстве. Давай обсудим это и другое, о чем стало известно сегодня. Но прежде чем мы начнем, не забудь поставить лайк, это очень помогает каналу, а мне помогает находить мотивацию для создания нового контента. Давай наберем, как обычно, 3000 лайков. Большое спасибо за поддержку. Итак, 20 минут назад был опубликован этот интереснейший документ, опубликовала его сама биржа FTX. Помнишь, как генеральный директор обещал найти 9,4 миллиарда долларов еще вчера? Кажется, никто не захотел ему помочь. Более того, даже тезер заморозил некоторые их счета по запросу правоохранительных органов. Поэтому они официально заявили о банкротстве всего лишь 20 минут назад. Причем также банкротились более 130 компаний, которые связаны с FTX. Включая самые крупные из них, это FTX США и криптовалютный хедж-фонд Alameda. Очевидно, это не очень хорошо для биткоина. Также генеральный директор взял и самоуволился. Это привело к тому, что биткоин и фондовый рынок внезапно перестали друг друга копировать. Так, например, фондовый рынок сегодня вырос. Биткоин же, в свою очередь, обвалился. Как только биткоин пытается расти, как только он рисует какую-то бычью фигуру, происходит какое-то событие, какой-то черный лебедь, который сразу же обрушивает его. История с FTX раскрыла огромную ложь этой биржи и ее генерального директора. Но вот беда, они продолжают лгать. Они сказали вчера, что все будет хорошо, что мы найдем деньги, ликвидность будет, а сегодня подают на банкротство. Будто бы ничего вчера и не говорили. Но самое большое вредительство этого заключается в том, что пользователи начинают терять доверие к остальным криптовалютным биржам. Об этом мы еще поговорим немного позже. Хорошо, генеральный директор покинул пост. Кто же придет вместо него? Некий Джон Рэй Третий. А кто это такой? Если мы погуглим, то обнаружим интереснейшую информацию, ребята. Оказывается, что Джон Рэй Третий был председателем компании Enron. И знаешь, почему это интересно? Да потому что тогда Джон довел эту компанию до банкротства. И теперь ему предлагается спасти биржу FTX уже после того, как она объявляет о своем банкротстве. Кстати, задумайся, крахи банкротства FTX привело к тому, что еще 130 компаний обанкротились. 130 компаний. На самом деле, какой же удар по доверию к централизованным биржам после этого? Давай посмотрим, сколько денег осталось у FTX и Alameda сейчас. А Alameda пока не объявила банкротства, поэтому некоторое количество активов у них еще осталось. Так, у них на двоих осталось 100 миллионов долларов в токенах FTT, а также 69 миллионов долларов USDT. Остального осталось не так уж и много, да и динамика, как мы видим, направлена на стремительное уменьшение балансов. По сравнению с тем, что у них было, это просто капля в море. Ты думаешь, что это все очень плохие новости для криптовалюты биткоина? Ну да, биткоин рухнул, но я видел, как он падал с 1200 долларов до 200. Помню падение с 20000 до 3000, видел, как он рухнул с 60000 до 30 и видел крах биткоина с 7000 до 3000 долларов всего лишь за сутки. Все это оказалось временно. И я докажу, что и это падение тоже временное. Сенаторы США обязались продвигать законопроект о криптовалюте, несмотря на крах FTX. Этот закон, интересно, в свое время решительно поддержал уже бывший генеральный директор FTX. То есть на настроение в США о крипторегулировании и криптопринятии это падение никак не повлияло, несмотря на справедливые опасения. Об этом, кстати, говорит и директор Coinbase. Кризис FTX – это большая возможность для США ускорить представление четкого криптовалютного регулирования, что будет полезно для всей криптоиндустрии. Теперь посмотри на этот график, где черным обозначена цена биткоина, а оранжевым – количество адресов с балансом более 10000 биткоинов. Посмотри, какой резкий взлет демонстрирует оранжевый график особенно в последние дни. Это означает, что крупные биткоин-кошельки накапливали монеты все то время, пока рынок падал. И особенно активно они это делают на этом падении с провоцированным крахом FTX. Мне кажется, это очень позитивные, долгосрочные сигналы для биткоина. Биткоин направится и от этого падения, как после краха MTGOX, TerraLuna и так далее. И крупные деньги, умные деньги в это верят. Вот о чем говорит мне этот график, и о чем почему-то мало кто говорит на других каналах. Кстати, биржа FTX побила рекорд. Она за два дня потеряла все свое состояние в 16 миллиардов долларов. Так что же на самом деле произошло? Что сделал генеральный директор FTX? У FTX было 16 миллиардов долларов, но понять нужно то, что это не их деньги. Это деньги их клиентов. Это криптовалюта, которую обычные пользователи купили и хранили на этой бирже. Короче говоря, директор FTX взял 10 миллиардов долларов этих денег и отдал их Alameda Research. Потому что у той были проблемы из-за краха Voyager, который в свою очередь крашнулся из-за TerraLuna. Собственно, вот это и стало проблемой. Эти 10 миллиардов долларов, которые были отданы Alameda из 16 миллиардов. То есть у самой биржи FTX осталось всего 6 миллиардов долларов. И знаешь что? Alameda так поторговала этими деньгами, что просто-напросто их всех потеряла. Поэтому это для тебя урок. Не держи свои деньги на биржах, не храни их там. Ни твои ключи, ни твоя крипта. Даже крупные биржи, такие как FTX, могут развалиться за несколько дней. Кстати, нашел интересный видеоклип в Твиттере. Здесь мы видим генерального директора Alameda Research. И я жалею, что мы не увидели это раньше. Потому что если бы увидели, то осознали бы некомпетентность руководства FTX и Alameda Research. Давай послушаем, что она здесь говорит. Да, я бы абсолютно точно справилась с этим без математического образования. Я использую всего лишь школьную математику начальных классов. Принимать риски это важно, да. Но мы не используем такие вещи, как стоп-лоссы, например. Я думаю, что стоп-лоссы не всегда являются отличным инструментом для управления риском. Ну, короче, понятно. Без стоп-лоссов наторговали так, что 10 миллиардов клиентских денег просто исчезли. Что и привело к кризису ликвидности и к краху криптовалютного рынка вслед за FTX. Вот что случается, когда ты даешь 10 миллиардов долларов таким людям. Она еще и смеется. Не храни свои деньги на бирже. Не храни свои деньги на бирже. Ведь если ты будешь их хранить там, то генеральный директор этой биржи будет жить в особняке стоимостью 35 миллионов долларов. Посмотри, какой шикарный особняк на Багамских островах. Кстати говоря, вот на этом скриншоте можно увидеть все криптовалюты, в которые инвестировали FTX и Alameda. Поэтому все эти криптовалюты, все эти компании сейчас в зоне большого риска. Обязательно поставь видео на паузу, посмотри эти названия. Возможно, ты в что-то из этого инвестировал. Кстати говоря, про Near Protocol я уже снимал. Также FTX подрывает доверие криптопользователей ко всем остальным криптовалютным биржам. Они переживают, что остальные биржи могут также распоряжаться деньгами своих клиентов. И в какой-то момент окажется, что этих денег больше нет. В Твиттере я сегодня увидел множество комментариев на эту тему. Мол, Crypto.com следующий, KuCoin следующий, даже Binance следующий. Быстро выводите деньги с этих бирж. На самом деле, учитывая паникующее настроение, мы вполне можем увидеть массовые выводы денег с других бирж. Что-то похожее на банковскую панику. Поэтому биржи начинают флешмоб, пруф резервов. Crypto.com уже сообщил, что запускает онлайн-трансляцию своих активов. И действительно, мы можем ее увидеть вот на этом сайте. Как мы видим, у Crypto.com есть почти 3 миллиарда долларов в активах. Кстати, интересно, что эта биржа держит 20% своих активов в Shiba Inu. Удивительно, я даже как-то не ожидал. Крупная криптовалютная биржа Crypto.com держит больше Shiba, чем Ethereum. Не знаю, что это значит. Как сам думаешь, напиши в комментариях. Но на самом деле, пруф резервов дает смутное понимание состояния дел. Мы не знаем, сколько депозитов разместили пользователи биржи. Мы можем понять только, сколько денег у биржи сейчас. Вот у Crypto.com это 3 миллиарда долларов. А вдруг пользователи завели на нее 10 миллиардов долларов? И на самом деле, ситуация весьма плащевная. Откуда нам знать? Биржа KuCoin также пытается успокоить своих пользователей. Они пишут, что не имеют прямого отношения к FTX. Также они никогда не вкладывали в FTX никаких денег, по их словам. Ну и наконец, они работают над запуском онлайн-трансляции состояния своих активов. Как мы видим, многие биржи реально боятся, что пользователи массово захотят вывести свои деньги. Что ж, вполне резонное опасение. На этом все. Так много всего нового становится известно буквально каждый час, что я буквально не успеваю все обозревать. Но я очень стараюсь держать тебя в курсе всего самого интересного и важного. Если ты это ценишь, не забудь поставить лайк. Это очень поможет. Большое спасибо. На меня зовут Богатейший Ди. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok